Итак, здравствуйте, с вами мистер Танбери, и сегодня мы поговорим о разборе нетбука Acer S1 D260. Почему я решил это сделать? Ну, во-первых, конечно же я, как и все вы, люблю посещать сайт YouTube, и вот, что же я там увидел. Я там увидел несколько видео по разборке этого, а также других нетбуков данной серии, но у них был единственный главный для нас недостаток. Они все были не по-русски, и для многих людей это очень непонятно, что там говорят и что делать. Конечно, самое главное то, что ты видишь, но все-таки я подумал, и эта идея вдохновила меня на создание данного видео, чтобы теперь любой знающий русский язык человек из страны СНГ мог, посмотрев его, все толком понять. Ну ладно, а теперь непосредственно к нашей проблеме, что мы будем делать. Итак, вот вы видите данный нетбук, сейчас мы будем его разбирать. Хочу заметить сразу, полную разборку его делать мы не будем, только до тех пор, пока можно добраться до самого главного, а именно оперативная память и хвосткий диск. Я покажу, как залезть до них и их, конечно, извлечь. Остальное, я думаю, в обычной жизни пользователям мало надо. Только это. Итак, что нам для этого понадобится? Глядя на те видео в интернете, я видел, что там были различные системы крепления. В одних все крепилось на каких-то таких странных зажимах, которые нужно было разжимать, но на других были полностью винты, как, в общем-то, и у меня. Ну, независимо от этого, для большинства вот нетбуков и ноутбуков, алгоритм разбора одинаков. А именно, в первую очередь нужно снять клавиатуру. Видео с YouTube рекомендуют нам использовать старые кредитные карты. Ну, в общем-то, это опосновано. Ну, у меня карты старые не оказалось, поэтому я возьму вот такую вот штучку. Это металлическая заглушка от разъема PCI в компьютере. Мне пришлось вставить туда какую-то деталь, и поэтому эта пустая заглушка у меня осталась. И вот я решил ее использовать. Конечно, плохо, что она металлическая, она будет царапать поверхность, но да ладно. У меня просто ничего подходящего больше нет. Итак, извлечем клавиатуру. Здесь, видите, здесь имеются такие вот, видите, черненькие, вот тут и тут. Они так вот немножко царчат и прижимают к клавиатуру. Зажим, затем берем клавиатуру, вот видите, угол немножко уже вылез. Так, я сейчас вот так вот пойдем. Может быть, лучше будет. Так, вот дальше. Так, теперь следующий. Так. Здесь уже. И так. Вот смотрите. Мы отсоединяем клавиатуру. Вот у нас. После этого она подсоединена вот с помощью вот этого вот шлейфа. Как его снять? Если присмотреться, вы видите здесь такую вот серенькую штуку. Она подвижная. И здесь по краям есть вот с этой стороны и с этой такие, как бы, штучки. Если за них какую-нибудь отверстку или вот чем-нибудь потянуть, то они снимаются вот так. Вот. Смотрите. Вот она отделилась. И так, положим ее пока в сторону. И что же нам она открывает? Итак. Если присмотреться, то здесь мы видим большое количество различных винтов. Здесь, 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 тут, тут, тут и вот тут. И для того, чтобы снять ту крышку, нам нужно будет их открутить. Итак. Откручиваем все вот эти винты. Откручиваем все вот эти винты. Ну, я буду сказать, что для того, чтобы их открутить, нам понадобится крестообразная отвертка, необходимую диаметру. Ну, естественно, что можно использовать и простую, если у вас есть, которая бы подходила, но, конечно, крестообразная будет удобнее. Итак. 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 Вот последний винт. Итак. Берем нетбук. И переворачиваем его. Для начала извлечем аккумулятор. Так вот, извлекаем аккумулятор. И вложим его. Чтобы не мешал. Под ним нет никаких винтов, но мы просто это сделаем. Итак. Так. Что у нас тут теперь? Панель. Вообще. Вот эти. Вот эти, вот эти, 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 эти винты мы откручивать не будем. Потому что нам они не нужны пока. Эта крышка держится на всевозможных таких небольших, так, зажимчиков и защепочках. Теперь нам нужно будет найти в какой стороны было бы удобнее их взять, подцепить, начать снимать. Я думаю, что вот отсюда вот ногтем или какой-нибудь тонкой отверткой потихоньку вот так вот вставляем, начинаем открывать. Оно может сразу пойти довольно туго, но вы старайтесь и все будет. Самое главное не перестараться и слишком сильно не тянуть, иначе можно выломать эти маленькие защелочки и потом уже закрывать будет назад довольно проблематично. Итак, вот смотрите. Вот. Видите, вот мы снимаем эту крышку. И тоже ее пока до времени убираем. Вот мы добрались до содержимого данного нетбука. Acer Resper One D260. Что мы видим? Ну, во-первых, вот жесткий диск. В данной вот модели у меня стоит Hitachi 5400 оборотов в минуту, 250 гигабайт. Обычный 2,5 дюймовый диск. А здесь мы видим оперативную память. Вот она держится на таких вот маленьких зажимчиках вот этих и вставлено вот в слот. Ее нужно немного потянуть, взять за микросхемы, потянуть и вытащить, если это получится. Вернее, нет. Подождите. Отогнуть сначала вот эти. Потом потянуть и вытащить. Вот так. Вот это вот похоже адаптер Wi-Fi. Ладно. Перейдем к нашему делу. Жесткий диск. Вот видите, здесь специальный есть язычок. Вот мы тянем. Вытягиваем жуткий диск. Все. Мы его извлекли и теперь его можно подключать к обычному компьютеру, спокойно, не боясь спалить его или что-нибудь еще. Главное, сделать это правильно. Вот видите, обычные стандартные разъемы для подключения SATA, которые вы найдете в любом современном персональном компьютере. Вот. Вот разъемы, к которым он здесь подключен. Видите, как без шлейфа сразу вот так, напрямую. Ну, оперативную память я вам рассказал, как снимать, но снимать я ее не буду, потому что мне, в общем-то, ну, пока это не нужно. Ну, вы понимаете, как это сделать. Просто вот эти отогнуть и вытащить ее. Так. Ну, на этом мы и завершим наш с вами разбор нетбука. Теперь самое главное все это удачно обратно собрать, так же, как и разобрали. Ну, все. До свидания. С вами был мистер Канбери. Увидимся в будущем. Увидимся как dikk translka trunk Nanл с каждаком края уст. Непонавидимая мистерить. Еще и установки создать из чайков.